Всем привет! Мне кажется, надо немного сделать проще эмуль. Вот так, наверное, да? Раз, раз, раз. Всем привет! Продолжаем Rockman CX, которые начинали в прошлую пятницу. Я даже даты, которые буквально неделю назад были забываю, но так иначе мы его продолжаем. Так или иначе мы его продолжаем. Мы остановились. Хорошо слышно, это замечательно. Наконец-то мне удалось все настроить с первого раза и ничего не забыть. Остановились мы на замке Доктора. Ух ты. Прикольно, но я это предусмотрел. Так, ой, кстати говоря, я еще хоть что-то был. И замок Доктора Райта у нас. Да, привет, Гопстоппер, Зенон, Титан, Антон Вульф, Элхамп, Зетпер, Дэландэл. Всем привет. Ох, ну... Первый уровень замка мы уже видели. Осталось только босса завалить. Видели, те, кто видел первый стрим. Не знаю, почему он сейв сметел. Так, снова заставка. Это непонятно, почему дергающийся текст. В общем, да, для тех, кто вдруг в первый раз видит этот хак, это хак. Удивительно, но это хак второго мегамена. Это очень удивительно. Учитывая, какой уровень прям сейчас идет. А Раевский, он, к сожалению, чем-то занят. Вот на интро что-то так не переводили. Мне очень интересно узнать сюжет, учитывая, что вот была интро-заставка, где... Стало понятно, что мы все-таки играем за какого-то не настоящего мегамена, не за синего, не за блю-бомбера. А за грей-бомбера. Прикольно, кстати, это и зубнутая поверхность. Очень прикольно. Такая абсолютно, вроде бы, не обязательно деталь, она есть. Офигеть. Так, да... Не, давайте... Давайте я все равно заберусь наверх. Я заберусь наверх. Я даже вот так заберусь наверх. К черту все эти лестницы? О, я в... Куда мне весь этот сюжет прямо сейчас? Меня атакуют с обеих сторон. Башня-то, да, не особо изменилась, но мне обещали шокирующие изменения. Что вы творите? Что-то не нравится мне это все, может, убить их чем... Вот так. Что-то не нравится мне, сколько у меня в итоге энергии осталось. В общем, да, это второй мегамэн. Как видим, тут есть просто уйма всего. Это, конечно, хак по навороченности, ну, скажем так, и рядом стоит с минус вин... Инфинити? Минус инфинити, конечно, содержит гораздо больше контента, но этот хак, он тоже способен шокировать. Особенно учитывая, что я заснул, взят аж второй мегамэн. Да, тут можно менять оружие на верхний список, то есть селект. Еще тут мне проспойлеры, на самом деле... Имя последнего босса мне проспойлерили, уже один человек в личку писал, но я вам не скажу, кто я. Я... То есть... Я знаю, что вас это сильно удивит, меня это, к сожалению, уже не так сильно удивит, но... По крайней мере, я не видел, как он выглядит. И что он умеет. Хотя бы... Хотя бы на том спасибо. Я... Титан, конечно, не... Блин, я забыл... Я забыл, что босс умеет делать. Очень трудно, когда много зрителей обязательно находятся те, которые... Вот, хотят заспойлерить. А что я мог с ними сделать? Сказал, мы больше так не делали. Учитывая, что за... Сколько там лет общения? Семь или даже больше. Он в первый раз мне заспойлерил. Я с ними ничего не делал. Просто сказал, что не делали больше. Не стал он делать этот свой большой суперлазер, который ваншотит. Жаль, мне было бы интересно попробовать от него поворачиваться, но получилось. Destiny 13? Спойлерил. Destiny 13. Напомню, что это где. Развилка? Вот это повор... Что? Что? Да нет, не в хаппи. Блин, что, блин? Меня жизнь к такому выбору не готовила. Меня жизнь к такому выбору не готовила, даже не знаю, что делать. Капец. Опять голосование устраивать? Да я понял, что Destiny 13 в хаппи, но нет, не это, чувак. Гацман, Квикман. Давайте до пяти голосов, наверное. Заодно пусть чат поактивничает. Квикман 2. Так, Гацман 1, Квикман 3. Гацман 2, Квикман 3. Я хочу побольше чат развернуть, чтобы... Разворачивайся чат, да, молодец. Так, 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 так. Я сбился. Так, я еще раз посчитаю. Квикман 1, Гацман 1, Квикман 2, Квикман 3. Гацман 2. Гацман 3, Гацман 4. Пятый голос нужен. Гацман 4, Квикман 3. Что значит единый хард? Я не знаю, кто тут хард. Гацман. Пять голосов за Гацмана, давайте пойдем... Валить Гацмана. Блин, афигеть. Где эта музыка была? Где эта музыка была? Я не могу вспомнить. Где эта музыка была? Мне кажется, я ее где-то слушаю. Что это за враги, которых вообще не похоже ни на... Классно. Может, Убер Чарльз заюзать? Вот, вот Убер Чарльз тащил. Не хочу проходить эти лазеры. Хотя я пожалею о том, что я Убер Чарльз... Вот, я и говорил. Джипи не знаю где. Ну, что лазеритов слишком быстро, шустрый. Вообще капец. Да блин! Блин! Хочу много раз делать подкасты, вообще не делаю прыжок. Убер Чарльз. Эх, еще кусается. Я не знаю, почему тут газ. Может, за квик этих лазер было бы в 2 раза больше? Не знаю. Может, их не было бы вообще. Вот это точность, которую требует эта игра. Ладно, я знаю. Мне Убер Чарльз надо использовать... Кстати, у меня... Ну, конечно, у меня полный будет, да. Ладно, мне надо хотя бы первую секцию потренировать. А дальше будем понятно. Ну, это хак, он гораздо сложнее оригинальных. Вот я что, недостаточно быстро все делаю? Надо еще быстрее. Надо прям пиксельно точно все делать. Пиксельно точно. Ну, ладно. А сейчас я его могу. Я знаю, мне надо подождать, пока я стал люком. Я сейчас пока просто финигрую, скажем так. Ну, это не совсем очевидно, какие действия... О, ну, вот так нормально. И че? Вот это место вообще упорно-то, я считаю. Хотя, может, мне надо было Флору ее зануть? Класс. У меня нету перчаржа сейчас, ты видишь. Ты знаешь, что ты его? Ты видишь, что у меня нету перчаржа. Я сейчас хочу попробовать пол. Да блин, я делал подкат, он перестал подкатывать. Я сделал снова подкат. Че за... Почему он прыгнул? Я опустил кнопку вниз, что ли? Да их... Я очень рад за тебя. Или наобо... Или наоборот я еще... Вот то, что... Здесь дэш сделан таким образом, что он... Пока я делаю дэши, повторно нажатие прыжка. Это не удлинение дэша, а... А прыжок. Это не очень удобно. И почему? Он же присел. Он что, у него такой коротенький дэш? Но в том месте он был длиннее, намного. Там он короткий, тут длинный. Это... Очень замечательно. Да, мегамони, почему? Мне обещают, что будет очень сложный... Замок в конце. А, он после конта еще не восстанавливается. Вообще зашибись. Мне надо обязательно раниться бургаров. Давайте будем раниться бургаров. Треснете меня. Сложно очень, конечно. Мне некому давать читать комменты, Рой занят. Вот это замок. Все, у меня полный уголь чаш. Вообще можно сделать вот так. Давать у меня будет полное количество жизней, а то что там еще придумают во втором половине уровня. Я даже понятия не имею. Спойлеры вообще нельзя читать. Ну, это стрим. На стриме... На стриме, к сожалению, полной защиты от спойлеров не предусмотрено. Только вообще не читать чат, но тогда это будет не стрим, а летсплей. Все зависит от совести зрителей. От того, каким они сами хотят видеть стрим. Вот, какую они хотят видеть стрим, такой стрим и будет. Можно только попросить их, пожалуйста, и спойлеровить их. И эта секция еще не заканчивается. О. Фига себе сколько жизней. И двухзначное число, то есть у меня 12 жизней. Вообще уникальное нововведение в мегаменах. Никогда раньше такого не было. Хотя, стоп, как раз в оригинальном мегамене вроде бы можно было иметь двухзначное число жизней. Я точно не помню. А, да, у Берча же не пополняется. Сейчас, прошу про... Так, все хорошо. Ну, вроде бы во второй раз было. Или, может, в третий. Я не помню где. Так, у меня все полно. Не имеется смысла пока пользоваться сейчас. Я не могу вернуться назад. Это прекрасно. Ну, здесь отключили обратный скроллер. И откуда мы начинаем? Хотя бы отсюда. Давайте нафармим себе у Берча, например. Еще один. Видимо, для этого четырех жизней положили сюда. Хотя вообще можно убить? Или мне лучше найти врагов вращения. Да нет, был. Ну, и идти назад можно было как раз. Идти назад как раз можно было. Я это прекрасно помню. Я даже помню, как, например, в пятом Мегамэне в отдельных уровнях ты хочешь, допустим, рассчитать прыжок такой и встать в какой-нибудь пиксель, а ты случайно скроллишь экран обратно. Так что было-было. Именно с анимацией перехода, я говорю. Было-было-было. Как медленно копится этот Убер-Чаш. Просто офигеет. Это на второго Мегамэна-Хак. Сейчас такая уныль пойдет. У меня только половина Убер-Чарджа накопилась. Хотя-бы особо не вжадничает в плане раздачи ХП. Да, это без трубокнопки. Это стандартное оружие. Причем, Мегабастер тут тоже есть, и он является именно спецоружием. Что вообще забавно. И этот Мегабастер, он позволяет чарджить во втором Мегамэне. Чардж во втором Мегамэне, конечно, уже был в виде оружия Хитмана. И часто оружие Хитмана как раз переделали в Мегабастер. Может, не совсем часто, но как минимум в одном хаке такое точно, я помню, было. Типа это чардж. Вот. Передел оружия Хитмана в каноничный чардж. На который все равно приходится переключаться, правда. Так, ну у меня вообще-то уже полная шкала, можно тратить ХП начинать. Брикман не слабо так разогнул канал. Сейчас, правда. Все равно треть народа ушла. Я напомню, что у нас канал коллективный. Стримят разные люди. Стримят они на одном канале, они на разных. Не знаю, кому я это говорю. Но у меня ощущение, что проблема в том числе и из-за этого. О, нормально. то, что Брикман морет, это вообще не спорно. Вообще, замечательно. Замечательно проходит игры, замечательно острит на них. Причем проблема в том, что Брикман 90 на Твиче набрал, у меня сейчас Твиче показывает 50, при том, что я стримлю ровно через полчаса после Крепыча. 40 зрителей на Твиче, это исключая Ютуба, сколько и прочих, просто куда-то делать. Я коплю Убер-Чардж, он единственный способ пополнить эту временную неуязвимость, это именно временная неуязвимость. Долбиться об врагов. Причем, смотри, я долблюсь об врага один раз, вот смотри, у меня осталось 8. Долблюсь, теперь 7 осталось. Ну вот нет, на сайте это он и Твич, и Ютуб, и Хитбокс, и все на свете поэра сразу считает. Так, мне надо вернуться на дефолт. В общем, один раз ранюся об врага и коплю всего лишь одну полоску шкалы, а их надо накопить целых 40. Потому что что-то на дефолт мне не хочется находить. Там еще босс какого-нибудь адского могут подсунуть в эту евро. Может, наверное, не очень интересно так играть и посмотрим. Мне интересно, как Бритмана это будет реагировать. Когда он сам в эту вот секцию будет играть. штатами нужен суперчеткий. Я еще случайно залез, хотя в принципе никакой валюты не играет. мне кажется, мне кажется, о, е-танк, это хорошо. По-моему, это единственный хаб, в котором е-танки просто так попадают с врагов. Сколько? Четыре раза надо долбануться. три, три, две, одна, все, можно начинать. Дофармю себе быстренько полный лайфбар. А здесь именно адский уровень. Нет никакого соревнованного количества зрителей, просто отметил для себя такую вещь, что зрители уходят мне как человеку неравнодушному качеству стримов наших. Бывает, конечно, интересно, почему зрители уходят. Вот и все. Может быть все спар пошли, я не знаю. Ну, фармить там много каких... Фармить, наверное, можно во всех мегаменах, мне кажется. Потому что мегамен, ну, на прошлом-то стрим по мегамену наоборот был очень даже разгиб. день студентов, все студенты нафига. Света в шарке дает жизни, желтого. Но в этом хаке сделано так, что энергия для оружия она тоже дает здоровье, но только половину. Нет, тусы не идут. еще один янтанк. Ну, янтанки падают, потому что они нередко просто бесполезны, так как боссы тебя просто убивают ваншотов. Есть один такой веселый босс, который мне очень предстоит валить нарифайте. Бросит? Ох ты, как ты интересно застрял, молодец. Вот я на этом агрегате играю, лагитэк 310. Уду! Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. О, кстати говоря, а ну иди сюда. Иди и ударь меня, пожалуйста. Ну плейс. Чё ты так медно ползёшь? Два удара меня укусил. Эх. Ладно. Хватит без остановки спамить тут свою ерунду. от которого вообще непонятно, как в этом узеньком пространстве надо уворачиваться. Вот как не нарваться на этот ковёр ползущий? Я ж уверен, что эта секция довольно длинная. тихо капец. О, тихо. просто никак. Ладно, стримы я вижу, не стоит обсуждать. Лучше, лучше бы играть. Да ну у вас у вас просто ну вы серьёзно, да? И чё я не так сделал? И чё я не так сделал-то? Чё делать-то? Вообще ну офигенно блин вообще, вообще офигенно. Мне оказывается надо обязательно использовать не неуязвимость, а пол. Ладно, я буду лучше тренировать это место. Ой, дурдом. Дурдомище. Ну капец. Чуть-чуть не успел, наверное, не знаю, успел бы или нет. О, 12 жизней здесь это очень мало. Ну чё могу сказать, это очень мало. Здесь Уберчардж этот копит целую вечность, а убивает здесь всего за секунду. Здесь Уберчардж копит целую вечность. Проблема в том, что Уберчардж после конта не восполняют, после конта его не восполняют. Все оружие восполняют, кроме Уберчарджа. А копить его капец как долго и очень не хочет этим заниматься. Еще этот дебильный дэш, который делается через вниз плюс прыжок и потом еще раз прыжок. И только так. Он же страшно неудобный здесь. Здесь не на отдельную кнопку, как в Миксарк, а по ущербному, как в Мегамэне 10. Очень неудобно. вот так. Стоп, у меня есть идея. У меня есть идея. У меня на самом деле есть идея. Давайте ее опробуем. опа. Офигенно! Вот только зашел в комнату, просто захотел посмотреть, как она выглядит. Я сейчас вообще думал, что... Блин, офигенно, левилдизайн. Я просто даже не успел различить, что вообще на экране происходит, меня уже сразу же убили. Офигенно. Да ты задолбал меня. нет. Я не хочу копить убегчат, что я лучше заново начну. Уже толку никакого сейчас нет. Мне надо заново начинать, чтобы много осуществить. 12 жизней. куда мне чё? Что тут надо делать-то вообще? Тут чё надо делать? Суперский дизайн. У меня сейчас накопится убегчат на первую секцию. то есть он начал падать, треснулся головой лазер. Офигенно. Привет, Юджин. Да блин! Тут дебильный мегамена десятовский дэш. ущербный. Потому что на ней с контроллером мало кнопок. Но мы захотели сделать механику из мегамена икса. Поэтому страдайте, она будет неудобной. дэш. Вот я не понимаю, как это тащить без убера. Дэш делается тоже комбинация, класс, что и слайд. Вот в чем проблема. Именно то же самое вниз плюс прыжок. И еще раз прыжок, чтобы прыгнуть. А если я хочу удлинить свой подкат, как это обычно происходит в 3-м счетах, 5-6 мегамена, удлинить свой подкат, там можно просто долбля кнопку прыжка. Нет, здесь прыжок надо именно таймить, иначе я случайно сделаю прыжок и долбанусь за блазер. Юджин, что значит ты не отпускаешь несколько долпов, а мне нужно долбить по кнопке прыжка. Вот смотри, я нажимаю просто вниз и кнопку прыжка. Смотри, что происходит. Так, нет, здесь не очень удачно. Стоп, почему это? дэш 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 только если не просто нажимать вниз, а нажимать вниз наискось. Только если нажимать вниз наискось. Не важно. Я нажимаю вниз наискось. Долблю прыжок. Очень классно подрывается подкат, не правда ли? Я этого раньше не замечал, я это постоянно замечал. И постоянно мне это мешало играть. Постоянно. Или ты про то, что вниз. Ну потому что, да, я конечно, когда хочу дешить, я не жму не вниз, а вниз плюс вперед, потому что я двигаюсь вперед. Конечно, я... Никогда не буду нажимать просто вниз для подката. Ну, не было, не было, правда. Ура, умер. Сколько у меня жизней? Не очень много, давайте сделаем вот так. Что я чувствую, будет третий стрим. Считывая, какие тут уже замечательные участки. Причем мне говорили, что будут сложными третий и четвертый уровень. Про второго ничего не сказали. Вот это вот, когда ты вроде бы уже прошел, но нет. Лазик тебя успел зацепить, просто потому что хитбокс мегамена увеличивается, когда ты падаешь. А сейчас умру. Ну уже выбрали этот уровень. Нет, а сейф на развилку не делал. Я думаю... Но у Констанси я не проходил. Но у Констанси только что Кирпич проходил. Но это все равно как бы увеличивается хитбокс. Я сейчас умру. Инфа... Просто тысяча процентов. Блин, тут слишком быстро все надо делать. Слишком быстро тут все надо делать. Слишком-слишком быстро тут все надо делать. Хоть обгусайся. Вот это что было сейчас. Вот это что было сейчас. Как тут можно вообще успеть? Это невозможно. Как тут без неузылости можно успеть? Ну правда. Ой, я не могу. Ой, я не могу. Блин. Просто ты нажал подкат не в тот кадр. Она несколько кадров больше. Это гарантированная смерть. Я не прыгаю туда-сюда по платформам. Я ускоря... Я вроде бы как... Я должен себе ускорять этим. Облегчать задачу. Оно на это не похоже. Вот просто. Вот он не захотел на последнем пикселе делать дэш. Все, он сдохнет. Гарантированность сто процентов. И вот это вот пиксельное затронство. Это уже какое-то издевательство. Это не игра уже. Это просто... Это уже не игра. Ну тут не идеальное управление. Правда. То есть он... Вот именно вот этот дэш, он... Тут слишком пиксельно все надо делать. Слишком жестокий тайминг. Да, это не норма вообще-то. Это не норма нифига. Это нифига не норма уже. Сespace машин. Похожий. Продолжение следует... Продолжение следует... Просто мне реально, чтобы делать прыг-скок-прыг-скок по платформе, мне надо сделать миллион действий. Мне нужно повернуться, нажать подкат, нажать противоположную сторону, нажать прыжок и нажать ещё раз прыжок. Это просто охренеть. И это всё надо сделать за несколько кадров. Просто мне, чтобы сделать прыг-скок по платформе, мне надо сделать миллион действий. Продолжение следует... Прыг-скок! Вот не успеваю я! Как тут можно успеть? Пикселеметражные тайминги. Я знаю, что можно использовать неуязвимость. Но я знаю, что мне нужно использовать неуязвимость потом, я не хочу её фармить. Видимо придётся. Истигра мне не даёт другого выбора. Просто печально. Что это за безумие? Нет, ты, наверное, не походил без неуязвимости, не знаю. Четвёртый этот экран. Отстань! Да пошли вы! Вот так я быстрее накоплю. Пять убер чаржи надо накопить. Сейчас накопим. Четыре. Три. Два. Один. Вот он и готовый убер чаржи. Мало хп. Поливай. Вот так, сейчас. Поставь в нужный пиксель платформу. Или умри. Глазит эта игра. Пять убер чаржи. Ну блин, ну... Тормоз. Ура-шечки. Так, теперь... Ммм... Ммм... Тру-тру-тру-пру-пру-пру-пру. А? Я, кстати, сначала нажал бэносом или нажал паузу. Прикол в том, что... Я стал неуязвимым и при этом не потратил убер чаржи. Это прикольно. Я сейчас могу его еще раз использовать? Да, могу. Ха, я ношу чит в этой игре. Баг. Бага чит. Т Akt sting. И че мне тут за... Убер чаржи нужен, про-про игрок дорогой ты мой? Чё за уберчаж мне тут нужен? Мне кажется, я просто пошёл куда-то не туда и всё. Какой уберчаж? Зачем ты мне начал заливать, подсказывать что-то, что явно не то, что мне нужно? Спасибо, ты только что потратил мой уберчаж. В какую стенку? Тут миллион стенок, и я не знаю, я попробовал за жалкие несколько секунд что-то сделать, там где лазеры были, вниз нажать пробовал, ничего не получилось. Что мне надо было делать? Какая внизу только была, не было, ну вот, вот. Давай вот открой ютубы и перемотай на то место, где я только что сдох и покажи мне, пожалуйста, на скриншоте вот прям покажи, что где там дырка была и куда мне там надо было залезть, что мне там надо было сделать, вот давай сделай это. А пока я тебя слушать не буду, буду пытаться что-нибудь своё придумать. Спасибо. Потому что это уже начинаются советы. А я помню, что там было вот так, нет, а там что-то по-другому, извини. Я не люблю такие советы. Ты точно скажи, что от меня требуется. Хорошая платформа. Дырка. Которая бессмысленная. Вот начинается. Ой, а там дырка была, только... Так. Вот это уже больше похоже на правду. А то куда я упал, это банальная ловушка и туда мне не надо было падать. Вот это уже больше похоже на правду. То есть у нас тут лабиринт. Лабиринт с лазерами. Это вообще прекрасно. Проигрок, ты хочешь сказать, ты этот хак не проходил? Ты сейчас удивляешься развилкам. То есть ты мне дашь подсказки, но при этом ты хак не проходил. Причём с полной уверенностью, что эти подсказки мне обязательно помогут. Не, не, не наверное, а вот тебе по-любому точно надо сделать вот так. Ух ты, су... Аааа, ты! Я не с... Ладно, это чекпоинт, у меня есть целых 0 жизней. А давайте будем фармить жизни. Они выпадают тут, насколько часто они выпадают? О, стоп, это уже настоящий ей танк выпал, да? Да, это выпал настоящий ей танк. Вбиваем поддельный ей танк, получаем настоящий. Если мне тут дают и танк, значит будет какой-то адский босс, но сейчас они дрогаются ещё и просто так. Всё, давайте себе нафармлю хотя бы на одну жизнь, дополнить. Пока можно поговорить о чём-нибудь интересном. Ну, например, о том, что... Да, может, кстати, на флок себе ещё и нафармить заодно, на всякий случай. Вот, блин, вон ещё две игры прошёл. Сколько? 27 реквестов осталось, кажется. Здесь и танки, по-моему, падают чаще жизней. Такой интересный факт. Ну, некоторые боссы довольно лёгкие были, типа дерева из кирби или бумажного человека. Ну да, есть боссы, которые настоящие монстры. Что будет после тех двух игр, которые кирпич прошёл? Оставшиеся 27 игр? Вот что будет. Если ты не в курсе про проект кирпича, ему записили кучу игр. Ну, то есть он сам принимал реквесты. Набирай в чате восклицательный знак 1001 и можешь посмотреть, какие игры он уже прошёл и какие игры ему осталось пройти. И когда он пройдёт все игры из списка, он будет принимать следующий капец. Вот такой у него интересный проект. Такая себе уже... Сделал полный лайфбар, замечательно. Мне кажется, так себе и убирать час сделаю сколько. Считаю, что я спередически получаю урон. Так, нет, стоп. Дропать? Ну, он ни одну игру пока не дропнул, но в чём дело-то ведь. Тут как бы всё на совести зрителей. То есть он сам предупреждал, что ему не стоит реквестировать какие-нибудь там... Это же RPG или чё-нибудь ещё такое. Ну, что-то такое, что будет уныло смотреться на стриме. Вот. Во-во-во. Всё. В отдельные Е-танки обнаруживается очень легко. У меня четыре Е-танка. Мне стрёмно с нулевой жизнью. Давайте я ещё... Минуточки две... Постою, заодно по рассказу про... Проект 10001G-квест. Привет, чипи! Вот, 1001. Тут суть-то в том, что он... Некоторые вещи вот... Которые уже довольно... Кипящие... Речи о твоём 1001-реквест, про который, например... Да, тебя упоминали, что вот. Я тебя упоминал. Просто между делом. Пока тут фармил. Сидел. И продолжаю фармить. Я хочу тебе хотя бы одну жизнь. Хоть когда-нибудь жизнь будет. Лучше пройти босса. Я боюсь. Я очень боюсь. Я даже с четырьмя Е-танками очень боюсь. Пусть хотя бы пятый Е-танк выпадет. И то я думаю, у босса обязательно есть какая-нибудь ваншотящая атака. Вот обязательно. Иначе это будет не босс из Рогман ЦХ. Это тоже вроде что-то знакомое. Да, все пишут, что ты могёшь. Е-танк! Всё, можно пойти валить босса или сдохнуть от его ваншотящей атаки. Здорово, Гасман. Давай, раздави меня, пощми меня потолком, например. Ой, отчем. Чё ты? Чё ты? Чё ты за пулями из? Давайте сразу искать, слабо. Прикольно. Я ему нашёл сразу же. блин нет стоп вот так сделаем вторая форма я я уверен это атака была ваншотище я просто уверен в этом даже если у меня был бы 40 хп у меня был дел сразу же моментально я очень рад что прошел после сперва попытки потому что ну нахрен уровень нахрен этот уровень всего миллиардом лазеров который вообще не понятно как проходить титан лучше не говори об этом же не лучше не говори пожалуйста мне хочется мне сейчас интересно смотреть кирпича не делай так чтобы мне было не интересно смотреть кирпича пожалуйста так ладно что это о и плевать следующая игра завтра будет данки конг кантри тропы по фриз привет корвакс еще и этим все сказано блин я думал это платформа лол меня этот водопад упорывает из-за него мне кажется я все равно буду читереть ничего не знаю я думаю мне интересно реально задолбает либо блин это платформа которая исчезает через полсекунды из-за водопада мне кажется что вот эта правая платформа была задним фоном и не знаю почему это че-ло это че-ло лада рыбина который успевает как хочет когда хочет вообще замечательно сразу босс или айсмэн фарма фарендайз два пост одновременно вот это уже вот это что-то новенькое прям как на высокий бент рэнд да они жгут и морозят делать у меня мозг выносится я не привык к такому да кирпич там мог бы а я не могу да я щас углуб а а а а а а а а а как тут не получать его нам каким-нибудь спецсоружем что за странные посты пошли. Я не хочу соревноваться с Бригманом мегамена. Я знаю, что Бригман меня порвает. Зачем мне убеждаться в этом еще один раз. Я играю в мегамена для себя. А совершенствоваться прям вот совсем офигенно проходить. Я предпочитаю в тех жанах, которые у меня лучше получаются, чем мегамен. Ну я бы не сказал, что прям круче минус инфинти. Минус инфинти он-то побогаче по контенту. Но эта игра... Тоже ничего так. Номер два как минимум точно. Ну или равный. Хватит меня морозить, у меня период неизвестность еще не такой большой. Походу. Дело. Из этих ваших... Блин! Тут еще прикол в том, что на счет полу хп снес у них два разных лайфбара. Ты заметь, у айфбарса он тут синим, то красным, в зависимости от того, в кого я стреляю вообще. Да реально от особости искать. Ну сейчас я этим займусь. Сейчас ножницы займутся слабостью. Падаю. Так что я правильно сделал, что вот начинай вот с этого. Капельки, как в оригинале, снимают много. Хочу сказать, они тоже как в оригинале, в зависимости от того, сколько раз и стрельну, а не столько же раз и стрельнут. … … ... … ... Только чё может быть к ним слабость вообще? Я помню, что в оригинале, кажется, Айсмен был слаб к Эликмену, а Файрмен к Айсмену, но у меня как раз есть огненное оружие Фаерболл, а вот электрическое и ледяное, будем перебирать. Всё? Оружие читера реально читерское, просто сказать больше нечего. Так, а, обратно, оно не работает, только в одну сторону. Падаем вниз. Ай. Ну, замечательный дизайн. Ещё куча врагов.. Приятно. Ёу! Ладно, я знаю, что делать потом. Да, можно гораздо проще. Это же мегамэн. Ему поверно, что пока он мигает. Это мне не нравится. Это мне совсем не нравится. Что это за фиолетовая жужа? Я в ней умру или нет? Нет, в ней умру. Мигает тебя читером. Так. Читер крутой, но тратит он очень много. Такой медленный скроллинг. И трехбоковая дверь. А теперь четырехбоковая. И быстрый скроллинг. Эликмен. Э, ты чё? Ты чё? Ты чё? Э, ты даже... Так, мне кажется, он не шутит со мной. И учитывая, что он умеет кидаться в шипами, лучше я его по-быстренькому загашу. Посмотрим на читер. Как он против него сыграет. Так, теперь надо мега-бастер, наверное. О, мега-бастер тоже хорошо действует. Я понимаю, что сейчас я халявничаю очень сильно, но после того, что я уже пережил, я боюсь. Боюсь, что у боссов там внезапно куча вторых в форме, третьих возникнет, и вообще... Понятия не имею, что меня ждёт. Доктор Райт Телепорт Систем. Конечно же, в основном читер. Так, какие танки поддельные? Нет. Отлично, встречаю. Ооо! Ну, по крайней мере, дают Е-танки, дают жизни. Это уже неплохо. Сейчас самое главное, научиться завалить читера, а там дальше получится завалить и всех остальных. Я сразу же себе заведу блокнотик и начну. На этом. Ооо, так, первый босс. Чё? Что это за... Блин, не знаю, Роккинг Кэтс или... В общем, или Твин Би 3, или любой... Лю... Меня это ассоциируется вот с такими играми, там вот есть музыкальные боссы, которые... Играют всякую фигню. Так, ладно. А что будет, если читер замочить читер? Если читера ударить читером, то сдохнешь. Ладно. Стопи... А, я что на него искал вообще... Вроде бы как я остаюсь на том, что Мегабастер неплох, но на самом деле... Я вроде бы не пробовал райдер-кик, пауэр-пауэр-бомб... Да. Походу его только бастерем и мощить. Э, ты... Ты, блин... Ты, блин... Чё, почему... Рефайты усложнились? Эээ! Хоть на шипы меня насаживать не будешь, козёл? Может быть, зря... Ну, один фиг тут можно будет и танки фармить. Молодец, чувак! Молодец, заставляешь мне ещё один... Тратить. Я очень рад этому. А ещё у меня заканчивается Мегабастер. И... Я тупанул, потому что лучше было бы... Саптанк на Мегабастер потратить, а не... На вот эту х... Хрень под названием... Лайфбар мой. Да, блин! Я сейчас умру. Что ты... Ты чё за... Эээ! У меня что, так мало ХП уже оставалось? Литл Юэ, да я юзал клинок на предыдущих боссах. Но лучше не спейли. Так... Что-то и... Давайте посмотрим остальных боссов. Найдём у них слабость. Так, ты кто? Ты... Дизеринг в пальто. А, да, ты эйрмен же, который глючит. Чем тебя валить? И чё-то этим неудобно попадать. А чем удобно? Чем в тебя удобно попадать? По-моему, в тебя ничем неудобно... Всем неудобно попадать. А, не ваншотается читера? Офигеть. То есть мне даже не надо вообще забрить слабости. Просто ваншоты всех читера? Эээ! Он ШП на меня бросает. Но я его тоже зачителю. О, солнышко. Я даже не хочу знать, что оно делает. Вообще непонятно чего. Так у меня читер-то тратится очень быстро. Я не могу всех читером убить. Придётся некоторых убивать не читером. То есть... О, это вообще классно. В общем, мне надо смотреть, каких боссов самых говнистых читером валить, а каких лучше там другим спецоружим. Да. Всё ведь? Ой. Ура. Так, ну бомбермен как был, так и есть ни о чём. Запомним, что шесть бомбермен, и можно его валить дефолтом. Экран разрывается временем, ну вот ни на обычной схватке, ни на дефолт, пока не... Так, здесь экран тоже длинный, интересно? Тоже длинный. Кстати, давайте поищем на него слабость. Это не слабость. Ты меня достал. И это не слабость. И это не слабость. А это слабость. Да блин, в него сложно попасть-то. А ему в мя легко попасть, когда я в прыжке. Молодец, избил меня. Понятно с ним. Этот валится каттером. С этим всё понятно. Так, вот... Вот этого я хочу читером убивать, это 100%. Вот просто без разговоров хочу убивать читером. Осталось два босса. Я, конечно, не рассчитывал сейчас рефайты пройти, но... Ну и ладно. Давайте потренируемся с читерменом. Ну всё, по одному выстрелу можно наносить, а потом он меня начинает делать. Не, два выстрела можно. Два, но если я вблизи к нему нахожусь. Так. Началось. Э, да хватит меня хватать. Ты, ты ваншотящий ублюдок. Саптангом нужно читера пополнить. Посмотрим. Ну, начинайте в любом случае буду с читера. Так, нет, с перемоткой неудобно. Убивай меня. Да, тут в начале игре 100% паник уровень. Ну, я убью читера первым, а завалить остальных у него вообще не будет проблем. Главное убить читера. И да, от мюзики с третьего икса верно. И да, от мюзики с третьего икса верно. Субтитры сделал DimaTorzok Десять жизней и три е-танка. Ну, е-танки, они сколько угодно могут увеличиваться. От читера мне надо завалить. Десять жизней и номерifa langusement могут увеличивать дешевых 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 ег. В Lance Master of T Aust Angry А, Barb и Расскам. Половину снёс. Ах ты... Негодяй. Да что за наркомания происходит? Ты надоел, убей меня лучше поскорей. Нет, ты надоел, убивай меня, убивай, 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 убивай. Мне не нравится битва, в которой он мне отнял миллион КП, а я ему ещё ни одного КП не отнял. За ночь. Музыка позитивная. Музыкаетр-процесс это вообще огни этого султан мэна хотя на самом деле вузову твой минут не важно или как его там зло ну вот чувак из 6 мегамена хватит мне шатать мою реальность молодец молодец вот вот так вот так действует да очень эффективно теперь можно но скорее всего сейчас он поменяет лайфбары и моя задумка будет абсолютно зря сейчас он по-любому поменяет лайфбары ну я так и думал и еще и убил меня засранец нет только кирпича было больше буквально вот я его дефолтом не убил это уж у него вечность валит дефолтом не убью я его дефолтом перчаж мне не поможет он слишком мало действует почему у него больше нету других никаких вообще слабости молодец 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 да главное не проваливается пол зато есть куча других способов да тут прообретили кучу боссов но к счастью у меня есть куча о от принт катера а нет стоп ну да от принт катера он получает аж в два раза больше урона стоп я в него вообще не попал хотя он был внизу внизу врача смог катара негодяй стоп бомбермен дамажит сам себя это что-то вообще меня убивает мару как всегда не хочу валить того босса без еще одна жизнь замечательная теперь я мог мне надо будет больше прыгать усилию чтобы сдохнуть и на чьи-то мэне когда мне закончится бог баста я под такую нет на право нет на лево карты вознагражден с мегамином и в каком я поиграл я смотрел игры на гб а увидел мегамин за ропа думал что прикольно сыграть на эмуляторе потом также и классических посмотри классическими кстати помнишь мне тогда здорово казался крутым вообще классно выглядящим а классический какой-то уродливым а их сообщено обезьяну похож потом я оценил что блин они тоже классно вот вот тебе два два раза сразу давай пока нет 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 уй засранец так 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 надо зря но еще делать в жизни ничего не учит дай меня меняй ты 50 раз этого не делал 51 разрешу сделать козел почему иногда меня стукает этот шар и мне норме иногда не стукается и я дохну как хочет замена сейчас счетчик 62 зрителя и 62 человека в чате идеальная ситуация забавно да ты давай теперь сто раз так делай 50 раз так и делать и сделать так скоро а блин я думал его поймал в паттерн он сказал нет он еще восстанавливать свой хп да конечно про это говорили гифка просто гифка ходящий а как только в него стрельну он прекратит но я стрельнул и сдох что в общем-то ожидаемо а Ба 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 баOбБА ба 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 все имеешь теперь просто супы преимущество И вообще я хочу, чтобы ты сдох прямо сейчас все-все больше не будет это кошмара я могу сломать и боссов Ну всё, щас я вам буду показывать с его читах, вот этого сложнее всего за 4, я думаю, постоянно прячется, постоянно телепортируется, в общем. Вот, я могу случайно пократить чит свой, отлично. Удивительно, что эти шипы не маншотят. Красавец. Ладно, я бомбермена оставлю напослед. На всякий случай. Во. Щас мне надо восстанавливать читер. Во. 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 Продолжение следует... Ох, у меня 10 жизней, 2 и танка. Что же за чудесный босс меня ждет? А еще у меня куча спецоружей, кроме щита, правда. Мне уже нравится. Доктор Райт. Он всегда Райт. Собака. Которой во второй части не было. А тут она есть. И что, она будет моим боссом? Офигеть. Стоп, собака! Где-то это уже было. Где-то ведь это уже было. И что? Супер. Супер. Ай. Ай. Вот он когда хочет еще приземляется, так вообще замечательно. Сейчас будет... Да, Сигма будет. Мы теперь знаем, кто Сигма на самом деле. Доктор Райт, который в Виксе, как мы знаем, учился долго Хадукину и Шаре. О, и чекпоинт прямо с него. ЭП. Э, ты... Ты уже, каццы... Ты... Ты... Э, ты... Нормально так, вообще замечательно, супер. вообще по канону x не мог делать ходу киныша выкинасти у него лайфбар был меч по меч полной шкалы ему хотя бы имицу рода нанести вот и нанес мне кажется ему насрать что это было бы слишком легко ватт ищем слабость короче очень кучу ударов так надо ему насрать мне кажется на это тоже так огни вроде хорошо здесь наверно капец да блин ты задолбался им шарюкин почему он меня иногда убивают просто во время катсцены сюжета наверно сто пятьсот всякого разного хочу это все знать почему что я понятия не имею что да или нет я знаю что два его фиграфа это да три иероглифа это нет но я не знаю что выбирать а сейв это сейв а в смысле ми подражать делать сейв стейт нет я не буду делать сейв стейт я не буду делать сейв стейт вот при принципиально да или нет идти в капсулу да или нет я пойду в капсулу звук я тоже научусь делать ходу кин и меня прыгают пейпы меня убили класс ха 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 ты затроны никакого хадукина тебе там не дождешься о прикольно может всего начать правда это означает что и танков у меня больше не будет кроме вот этого единственного которое сейчас мне потратится и все что еще и десятка мега мэна музыка еще и десятка мега мэна я ну халдуки меня отнимают 38 хп а их у меня 40 то есть после хадукина что угодно меня убивает вот что можно сказать его надо подлавлять внизу ты чё бешеный хотя у меня такое ощущение как будто хадукин и шарукина они отнимают рандомное количество хп мне кажется у меня есть шанс а 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 так 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 мне страшно а а а а а а музыка мегамон 10 вот я не знаю почему галюна на диалогах может не на всех эмулях так у меня в поселине вселокс и рекомендовали окажется именно на нем играть а а а а опять какой то интересный сюжет а 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 миллиард шипов, мои любимые а еще чуть-чуть а а так ли кучу жизни и далее вообще-то очень желательно их не тратить что за жесткий платформик пошел вот вот Эть, эть. Эть. Класс. Без щита не пройти. Че? Э, э, э. Э, э. Игра, не выноси мне мозг. Пожалуйста. мне и так уже плохо куда-то тыщу чё Йоку, ещё Йоку Блок! Нет, я знаю, как их проходить вот так. Я не хочу их по-другому проходить. Не надо! Это прям какие-то уже рефайты в плане уровней пошли, это знаете, это... Да, вот как в Мегамэне Legacy Collection такие мини-челленджи сделали, и вот тут, походу, то же самое. Только в сюжете этот, блин, и чё у вас так много расплодилось? Не мешает, чё я хочу фор накопить. Да! 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 Можно! Да! Да! Это сразу заметил. Куда это закончится? О, что мне дали? Етан дали. О, что мне дали? О, галюны закончились. Ммм. Э-э-э! Давай, я очень мощный, я убью тебя сейчас. Еще один раз. Еще один раз. Ммм. 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 А! Э-э! Э-э! Э-э-э! Не понял. отчет делать чуть делать хочу делать не значит делать понимать делать кулакова вставать очевидно не могу блин классного полны так удобно слабости подбирать к боем я ему наношу урон да 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 блин я об него стукнулся не попал попал да проходи остров ёши просто я офигел так как к сожалению попадаю надеюсь мне не понадобится на него весь запас бомб закончились у меня бомбы надеюсь на него не нужен прям весь запас бомб а то это как-то совсем не очень но он еще такой заново подходит я имею ввиду блин мимо что пропадать ему у меня закончились бомбы что делать дальше то где мне брать новые бомбы у меня больше нет бомб а кидаться чем будь еще у меня есть еще одно оружие как им попадать только когда он вблизи совсем как вышел в этом 2016 году совсем недавно нету у меня бомб уже нету а я их потратил а у меня восстанавливается бомбы после смерти я сдох очень удачно ты мне тут еще что-то собрался а ну счастью ты затупил да блин а все еще сумру нет я не хочу прокручивая мне я все 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 Впервые видим жалобного доктора Лайта. Так, ну заставка классическая. Литл Юэй я бы это сам... я это сам собирался проверять. Я, кстати, проверяю оружие по порядку всегда, потому что, по-моему, это логично, когда ты ищешь слабость и не знаешь какая она, перебирать их все по порядку. Дэрррн 001, Рокман Капком. Йошиномен Химачин Чико, я не знаю кто это. Читмен. А, видимо, чувак, который дизайнер этих вот... Чуваков. Или... Он всех их дизайнер, типа, а Рокман это Капком. Fire Mario Nintendo. Это автор, понятно. Коммен Райдер. Ищену Моли Продакшн. Бомбермен Хапсон Софт. Который уже давно Конами. Виспи Вулл СХ Лаборатория. Став. Ричи Нурокман 2 Став. А, окей. Блин, за Квикмана дает пройти только интро уровень и титры. Хотелось бы больше за него геймплея. Привет, юзер. Не проиграю. А че будет я себя проиграю? Закончатся титры? А-а-а. Так, дэша у него никакого нет. И мне предлагают сделать офигительный прыжок. А-а-а. Вниз. Рокман ЦХ Став. В Рокман ЦХ Став. Чего-то я разучился стрелять в такт музыки. Хакнуто доктором Вайли и вот этим вот человеком, у которого имя и фамилию уже забыл. Так, интересно, что будет запущен этот уровень. Опа! А, это уже, видимо, финальный уровень. То есть они его вот так отобразили. Нет, замок добит. Но есть еще кое-что. Есть кое-что еще. Так, это что, это где? Давайте посмотрим вторую развилку. Мне, правда, придется заново замочить этого чувака. Давайте посмотрим вторую развилку. Очень интересно. Раз у нас время, еще не 23, давайте посмотрим вторую развилку по быстренькам. Не думаю, что с этим боссом у меня возникнут проблемы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И с помощью ог ceramics. Вот так. Ну так. Продолжение следует... 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 Ммм, какая интересная лестница. О как! Удивительный хак. Мне правда интересно, насколько он понравится кирпичу. Сколько раз он будет говорить булл щит. Опять щит. Ну что ты сказал спойлеришь, ну не интересно. Я бы сейчас удивлялся бы, а ты взял и все, запорол мне. Молодец. Ну не интересно же. А как этот Е-танк брать? Никак. Ну когда я ему заэквестирую этот хак, например, то есть через... Блин. Не прыгнул. А-а-а, вы запарили. Не надо меня готовить, пожалуйста. Я хочу быть неподготовленным, мне так интереснее. Не надо меня готовить. Готовить меня не надо. Я вам не блюда, чтобы меня готовить. И вообще. Ну я его нафиг утратить. А сейчас попробую. Че-то боюсь. А-а-а-а-а. Че-то боюсь. Ну блин. Ну блин. Элиту я не буду злиться. Один спойлер, это тоже спойлер Лучше, когда их ноль все-таки В игре, в которой они, в общем-то, не обязательны Лучше, чтобы их было ноль Один их или десять, это не имеет значения, их больше нуля Вот на наклонах поверхностях дождь работает корябенько Кстати говоря А вот не скажу, какой спойлер, чтобы ты Хотя бы ты удивился тому, какой тут ждет геймплейный поворот Я забочусь о вас, мои дорогие зрители А у меня убер-чарж уже готов Все, бич А, ты проходил Все равно не скажу, есть те, кто не проходил И есть те, даже кто Мокрый Не прочесть спойлер Вообще могу пойти налево? Нет, не могу Это даже не тестил Теперь протестил Ну ты можешь спросить хотя бы Тебе интересно узнать, что там будет дальше? Я бы сказал, нет Ну минус инфинити, да, и даже эта игра, да, но все равно как-то не очень Ну честно, самому уж поофигевать от всего происходящего, а не прочитать в чат Ух ты, меня скоро ждет вот такое Ого, как интересно было узнать, было бы, как интересно было бы Офигеть, но мне уже в чате тут раскрыли все Я даже не так Какими словами это выразить Пушка из Мара Стреляющая шипами Нет, мне не было понятно, когда иду на Квикмана, что я буду играть за Квикмана Может, был бы еще один замечательный сюжет и поворот, где мне Ну хотя, да, в принципе, это имеет смысл, поскольку у нас уровень из Коскливании 3 Тот самый уровень, где мы спасаем Гаранта, вроде бы, или в японской версии его, кажется, звали Ральф В общем, чувак, который, мы его спасаем И потом можем за него играть И здесь отсылка явно к этому Я понимаю, о чем ты ведешь речь Да все нормально, ладно Я не буду много кипишевать из-за одного спойлера Ну просто я у них предупредил Наконец эти ужасные звуки закончились А нет Не закончились Какое эффективное Какое эффективное пополнение Так Щиты Еще щиты Еще и так Она вообще офигеть А, бесконечный уже, да, точно Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Д intensifies Субтитры сделал DimaTorzok блин этот враг из таки спавнилась чуть себе хп оба хп обойти на подбирать Ладно, чё я вжедничаю? Всё равно умротшу-ка. Здесь классное место. Мне уже очень нравится. О, вот так. Даже лечилку поставили. Ты перепрограммировал Кпикмена. Кпикмена, как ты посмел? От щитом он всё равно валится с первого раза. Так а где мой геймбой за Квикмена? А, или типа я его убил и... Поэтому за него возвращаться обратно... Типа его надо было не убивать, а там хп ему до... Минимуму довести. Я прав или нет? Я понял, что в титрах я игру уже прошёл. Где ещё геймплей за Квикмена, который мне так обещали? Так я уже прошёл игру! Я думаю, будет ещё какой-то геймплей за Квикмена. Ладно тогда. В конце-конце, ну... Внимательней же ещё Квикмена придётся за Квикмена играть. Так я ж уже прошёл игру. А, он типа должен... Что-то не то. Может быть потому, что я Квикмена убил? А его надо было типа не убивать, а просто там до одного хп... Снести. Ну что ли быть поэтому? Я даже сейф не сделал, поэтому я не знаю. Да вряд ли эмулятор не тот. Давайте ещё раз попробуем. Сейчас будем спидранить. Умрите все. 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 молодец оба за мной гоняются а это зря так не надо делать почему-то решил, что можно так сделать ладно, сейчас посмотрим видимо игра намекает, что щиты это плохо красота 4 1 и Тихо, тихо, тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. На всякий случай, я уверен, что у меня ранил, у нас присчастлив. Нет, не ранил, ну ладно. Это все ерунда. Пошел он. Сейчас затащим. Сейчас как затащим. Субтитры сделал DimaTorzok Вот так. Оп. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так. Не, я танк, я не разгадывал. Не, не хочу прыгать вниз. Сложно по нему попасть. Ну, сейф сделать можно на всякий. О, это хорошее оружие. Запомнили. Субтитры сделал DimaTorzok Благодромное оружие. Ну, давайте сделаем сейф стейт, раз мы... Хотим... Убедиться, что все делаем правильно. Вот, все. Квикман не сдох. Значит, действительно, его просто нельзя убивать щитом. А где мой лайфбар? Очень оптимистичный лайфбар. Ну, в принципе, логично, да. А-а-а, я боюсь. Что-то я пофармить хочу, например. Что-то я пофармить хочу, например. О, я танк. Только как мне его использовать? У меня кнопка паузы не работает. И даже кнопка селекта не работает. Вообще ничего не работает. Зато могу эту штуку уничтожать. А надо бы еще пофармить. Да, брат. Я думаю, если я сдохну, то это все конец. Поэтому надо пытаться не умирать. Хотя, надо сказать, я сделал сейвстейт в удачном месте. Но это как-то будет уже совсем... Читерство, наглёжь. И все такое. Надо постараться без щитов запущить. Игры, конечно, я без сейвстейтов прошел, но... Это место хочется тоже без них. Это место после какого-то толстая королевка. Это место для анализатора. Играть. Тогда одними на законы. Так как это делать. Там же это противное место, да. Во. И Роша Красного Мегамена. Хоть играем, но вовсе не за него. Ммм, думается мне теперь в эту дверь. Да. А, во. Фу Так, а за то, что я донёс Квикмана Мне что-нибудь будет интересно? Или не важно, донёс его или нет А, тут с ним сюжет потом А Блин, так Надо реально было с Квикмана начинать Блин, и Квикмана бы Эти дебильные лазеры Они бы, наверное, гораздо проще бы прошлись Давайте посмотрим Ну почти Я тут залип на стене Это же как в Иксе третьем Ну, всем очевидно, кто играл в 3-б Икса Да А, и он вызывается только один раз Блин, офигеть ход Офигеть Ну, намного приятнее играется Вот в миллион раз просто играется приятнее Молодец Нет, он вызывается Он вызывается один раз Потому что его нельзя вызвать Он себя дохнуло, и его снова можно вызвать Молодец Не, мне интересно Мне теперь интересно Очень Все, наконец-то Сделал как надо Вот 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 И сейчас Ай Итанчик не пробивается Оружиями Квикмана Только Оружием Мегамена А че, боссу будут тоже за Квикмана валить? Это даже круче, чем Мегамена на Икске Потому что в Мегамене Икске нельзя валить боссов за зеро И это всегда было обидно А тут можно Правда по ним попасть надо Но тем не менее, это можно Да Офигеть Правда Правда, если я хочу использовать Итан, мне придется переключаться на Мегамена И я больше не могу пользоваться А, даже так Стоп, даже так У Квикмана свой лайфбар А у Мегамена свой лайфбар Это вообще ништяк Просто и мне У меня просто слов нет Не знаю, правда, зачем я продолжаю проходить Но Геймплей Квикмана мы увидели во всей его красении Мне хотелось бы сейчас пойти отдохнуть Ладно, игру я прошел Показал геймплей за Квикмана Игру до проходить за Квикмана я уже не буду Тем более, я не смогу это сделать В полной мере На этой позитивной ноте Позитивная музыка сейчас играет довольно Я прощаюсь с вами Увидимся завтра На стриме Данк и Конг Кантри Тропикал Фриз на Вьюн Третья часть стрима будет Всем спасибо за просмотр Всем пока